Я сейчас ставлю таймер и вы начинаете. Хорошо? Из этих крышек собрать космонавта. Волнение дает о себе знать. Школьники теряются, но быстро берут себя в руки и приступают к выполнению задания, чтобы получить заветную отметку в паспорте команды. Организаторы праздничной акции поехали, приготовили для участников пять заданий. Все посвящены космонавтике. Главная цель – напомнить ребятам о том, что в их стране есть герои, напомнить, что есть такой праздник замечательный, напомнить, что пришло время быть первыми и лучшими. Пусть они стремятся тоже всегда быть такими. Сейчас задача участников – раскрутиться вокруг себя 20 секунд, а после встать в ласточку. После этого задания школьники понимают, только самые выносливые становятся космонавтами, а организаторы надеются, после таких акций кто-нибудь из участников решит связать свою жизнь с космосом. Мне бы, конечно, очень хотелось бы, чтобы привлекалось больше внимания, больше специалистов среди молодежи, чтобы осваивали эти специальности, чтобы увлекались авиастроением и космонавтикой. И тем самым развивали еще больше нашу страну. Все точки пройдены. Наступило время кульминации. Школьникам предстояло выстроиться в самую большую ракету. Таких флешмобов в Подмосковье еще не проводилось. Для нас важно вовлекать молодежь в патриотические мероприятия, в волонтерскую деятельность. Сейчас это так важно. Данную акцию мы проводим впервые, планируем ее проводить ежегодно. За считанные минуты 550 добровольцев выстроились в ракету и число 61. Ровно столько лет назад Юрий Гагарин впервые в истории человечества полетел в космос. Принять участие в акции Одинцовского молодежного центра мог любой желающий. Но тем, кто не успел, расстраиваться не стоит. На 23 апреля запланирован забег, посвященный ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС. Евгения Августина, Денис Харламов, Станислав Трифонов, Артем Ломоносов. Телекомпания Одинцова.